Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «У книжной полки» и я, ее ведущая, Елена Бунакова. В одном из стихотворений в прозе Иван Тругенев назвал свою героиню «девушка», а потом решил уточнить этот образ и добавил «русская девушка». Чуткий художник лучше других знал, что на нашей земле самородной красотой взрастала именно русская девушка, что сложившиеся исторические черты ее характера, ее проявлены в нашей великой литературе и глубокий и прекрасный облик, резко выделяли ее образ в явление самобытное, в одной из лучших красот нашего народа. И пример такой особой красоты мы видим старшей дочери государя Николая II, великой княжне Ольге Николаевне Романовой. О ней рассказывает книга, которая вышла в свет в издательстве «Покров» и называется «Русская девушка». Об этой книге далее наш рассказ. В наше время все больше и больше раскрываются подробности жизни царской семьи. И эта книга не исключение, так как она посвящена первой дочери святого царя Николая Ольге. Как говорит в предисловии автор книги «Настоящая красота ненавязчивая и чиста». Ее может и не быть в том понимании, к которому мы привыкли. Гармоничность черт лица, красивые формы – это красота пушкинской Татьяны, в которой по замыслу автора не было ничего ослепительного, но она была прекрасна. Почему же? Однажды один из учителей великой княжны сказал, «У Ольги Николаевны хрустальная душа». Именно такая хрустальная душа и творит внешне прекрасный образ. И тогда лицо девушки озаряется внутренним светом, отблеском светлой души. Анна Танеева считала, что царевны Ольга и Мария были похожи на родственников по отцовской линии и имели чисто типичную русскую внешность. Она отмечает, Ольга Николаевна была замечательно умна и способна, и учением было для нее шуткой, почему она иногда и ленилась. Характерными чертами у нее были сильная воля и неподкупная честность, а также прямота, в чем она походила на мать. Эти прекрасные качества проявлялись у нее с детства, но ребенком Ольга Николаевна бывала нередко упряма, непослушна и очень вспыльчива. У нее были чудные белокурые волосы, большие голубые глаза и дивный цвет лица, немного вздернутый нос, походивший на государев. Пьер Жильяр, описывая свое первое знакомство с высокородной ученицей, которая впоследствии стала его любимицей, сразу отметил и ее ребяческую бойкость, и ее девичью чистоту маленькой принцессы. Старшая из великих княжон Ольга писала в своих мемуарах «Девочка десяти лет, очень белокурая, с глазками полными лукавого огонька, с приподнятым слегка носиком, рассматривала меня с выражением, в котором, казалось, было желание с первой минуты отыскать слабое место. Но от этого ребенка веяло чистотой и правдивостью, которые сразу привлекали к нему симпатии». Учителю еще предстояло изучить этот интереснейший и довольно сложный характер. Он сразу отметил ее большой ум, стремление к самостоятельности, постоянную искренность и ни капли лукавства, и покоряющая всех истинно деящее обаяние. Полковник Евгений Степанович Кобылинский, проживший в ссылке год с царской семьей и наблюдавший ее в самых различных условиях, так и характеризовал следователю великую княжну. Ольга Николаевна – барышня в русском духе. Она любила читать, была способная, развитая девушка, имела способности к искусствам, играла на рояле, пела и в Петрограде училась пению, и хорошо рисовала. Была она очень скромная и не любила роскоши, одевялась очень скромно и в этом отношении постоянно одергивала других сестер. Сущность ее натуры, я бы сказал, вот в чем. Это русская, хорошая девушка с большой душой. Чувства, пережитые великой княжной Ольгой, лучше всего характеризуются двумя известными стихотворениями и молитвами, переписанными ею в Тобольске. А вот и дно из них. Пошли нам, Господи, терпенье в годину буйных мрачных дней сносить народное гонение и пытки наших палачей. Дай крепость нам, о Боже правый, злодейство ближнего прощать и крест тяжелый и кровавый с Твоей укротостью встречать. И в дни мятежного волнения, когда ограбят нас враги, терпеть позор и оскорбление, Христос Спаситель, помоги. Владыка мира, Бог Вселенный, благослови молитвой нас и дай покой душе смиренной в невыносимый страшный час. «И у преддверия могилы вдохни в уста Твоих рабов нечеловеческие силы молиться кротко за врагов». Любимая дочь императора Николая II, она наследовала от него все лучшие стороны его души. Простоту, доброту, скромность, непоколебимую рыцарскую честность и всеобъемлющую любовь к родине. Долголетняя воспитанница и старшая дочь императрицы Александры Федоровны, она восприняла от нее искреннюю и глубокую евангельскую веру, прямоту, умение владеть собой, крепость духа. «Заветы государыни были ясны и трудны. Сперва твой долг, потом покой и отдых. Твой долг исполняй, вот что лучше всего. Господу предоставь остальное». Так написала она в дневнике государя. Это же внушала она и своим дочерям. Два этих сильных влияния отца и матери и позволили выстроить крепкий лад в своей редкой посплоченности царской семье. И весь этот лад, вся эта удивительная по своей духовности атмосфера семьи достойно дополнили природные дарования великой княжны Ольги. По словам автора, великая княжна Ольга Николаевна сумела жить во имя того, во что она верила, что любила, и шла своей прямой дорогой. Она кротко, но с ясной прямотой защищала свой жизненный путь, на котором ярко горели ее светлые маяки, как нечто твердое и незыблемое, на что опиралась ее душа. Это ее глубокая вера, безграничная любовь к России, к своей семье, ее чистый путь девушки. За душевностью простого и искреннего чувства она шла к людям, особенно участливо и любовно к простым людям и с деятельной любовью к страдавшим. Ее скромная жизнь должна будет живое сочувствие и глубокий интерес к себе, уже по тому немногому, что она проявила в жизни, что приоткрылась из ее сложного и многообещавшего душевного мира по той роли, которой она была призвана. Святая тайна души молодой девушки осталась с ней навсегда. Ее дневники почти не уцелели, она сожгла их практически все во время одного из обысков в страшном Екатеринбургском заключении. Последний из них предсмертный кажется предельно скупым, зашифрованным, безликим. Но у нем столько боли и желания жить такая жажда обретения потерянной навсегда золотой нити спокойного, гармоничного семейного мира, в котором она выросла и который потеряла в феврале 1917 года. Какой же она была старшая цесаревна, любимая дочь императора Николая II, сестра милосердия царскальсельского лазарета, русская принцесса из светлой сказки с печальным трагическим концом. Об этом рассказывает книга «Русская девушка». Дорогие телезрители, на этом наша программа подошла к концу. Новинки православной литературы спрашивайте в церковных книжных лавках. Ну а я с вами прощаюсь и желаю приятного чтения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова